Этот процесс хорошо подходит для двух случаев. В первом случае, когда вы относительно какого-то человека недавно были расстроены, обижены на него, или у вас была какая-то ссора, или он не очень хорошо по отношению к вам повёл, подавил вас, может быть, во время общения, или просто какие-то шероховатости в общении относительно какого-то конкретного человека, и это произошло недавно, в недавнее время. Это первый случай, когда мы применяем этот процесс. Второй случай мы применяем для глубокого прочищения ваших отношений с каким-то конкретным человеком. Обычно это касается каких-то ваших близких, например, папы, мамы, сестры, брата, мужа, детей. То есть всех ваших отношений на протяжении всей вашей жизни. Для серьёзного прочищения отношений, для того, чтобы убрать все-все-все шероховатости возможные, все какие-то обиды, какой-то дискомфорт, который произошёл в течение всей жизни. Вот, и так, два вида применения. Или недавно относительно какого-то человека, или относительно всей вашей жизни, также относительно какого-то конкретного человека. Теперь я расскажу вообще, как работает этот процесс, на чём он основан, вообще зачем его делать, и что такое происходит во время этого процесса, что он даёт вам облегчение. В нашем подсознании складируется весь наш негативный опыт. Он записывается там и хранится. И так как он негативный, нежелательный, и мы не хотим его воспринимать, то у нас есть такой некий механизм, который прячет от нас этот опыт и напоминает нам о том, что если сейчас в жизни что-то подобное происходит, то этот вот механизм даёт нам такие сигналы, что вот сейчас что-то похожее, да, и он даёт нам эти вот негативные эмоции из этого опыта, для того, чтобы напомнить нам, что вот сюда не ходи, вот это вот плохо. То есть механизм, вот это вот подсознание работает таким образом. Если что-то с вами произошло такое, что вы не хотите переживать, вам неудобно, дискомфортно, вы не хотите это чувствовать, будь это моральное, что-то неприятное, душевное, боль какая-то или физическая боль. И вот этот вот механизм в нашем подсознании, он в качестве помощи, как бы, он делает запись этого события, и впоследствии, когда что-то похожее происходит в жизни, хоть чуть-чуть похожее, хоть какой-то намёк, этот механизм даёт вам сигнал, делает вам дискомфортно, больно, то есть привносит в вашу жизнь что-то из этого негативного опыта, чтобы показать вам, осторожно, не ходи туда, не общайся с этим человеком, не смотри в эту сторону. Вот такую вот злую шутку играет с нами этот механизм. Но как этот негативный опыт убрать, это тема другого урока. А сейчас я буду рассказывать о том, что делать, если вдруг этот негативный опыт всплыл на поверхность, и начинает вам жизнь портить, и почему же это происходит просто так в жизни, как это всё происходит, и как это всё можно отключить, так, чтобы это всё опять осело и перестало на вас действовать. Как оказалось в результате исследований, вот этот негативный опыт включается такими событиями в вашей жизни, которые связаны с навязыванием вам общения, навязыванием вам точек зрения, навязыванием вам каких-то чувств. То же самое блокировкой вашего общения, блокировкой вашей точки зрения, то есть отрицанием вашей точки зрения, или отрицанием ваших эмоций, чувств, симпатии. Также этот негативный опыт можно всколыхнуть, если кто-то с вами общается, доминируя над вами, и доминируя и в общении, и относительно вашей реальности, и относительно вашей точки зрения, и относительно ваших чувств, вашей симпатии, или уничижая, уничижая вашу точку зрения, сводя её на нет, сводя на нет ваше общение, или ваши чувства. То есть все вот эти вот дискомфортные виды общения, они приводят к тому, что как бы открывают кран к некоему негативному опыту, который вы даже не понимаете, к какому, не осознаёте этого. И это всё поднимается, и у вас такое очень тяжёлое, неприятное ощущение после этого. То есть, например, вы с каким-то человеком пообщались, он что-то такое неловкое, какое-то такое неаккуратное вам сказал, или, может быть, даже сильно вас как-то подавил, обесценил. И после этого время проходит, 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 а вам всё равно очень долго неприятно. Вы чувствуете себя подавленным, неуверенным, вы можете даже заболеть. И вот чтобы вот эти вот занозы такие, которые впиваются в вас и как бы включают вот этот вот канал к этому негативному опыту, который поднимается и привносит в вашу жизнь вообще что-то такое неприятное, непонятное, какие-то неприятные эмоции, вот чтобы это отключить, всё это, то мы проводим вот этот вот процесс шарманка. И он направлен в вопросы, которые вот перечислены в этом процессе, они как раз затрагивают темы общения, точек зрения, согласия разных точек зрения и проявление симпатии, любви, чувств или ваших к этому человеку, или этого человека к вам, или даже ваших чувств к чему-то другому, но этот человек как бы посягает на эти чувства, может быть, ревнует или как-то их оценивает, как-то на них влиять пытается, точнее на вас пытается влиять относительно этих чувств. Как это всё проводится? Если это проводится с приставкой недавно и относительно конкретного человека, то наша цель добиться того, чтобы у вас, к вам вернулось приятное, хорошее такое расположение к этому человеку, чтобы все обиды ушли, все расстройства ушли, и чтобы вы больше не чувствовали себя дискомфортно. То есть вы почувствовали такое сильное освобождение. И это сопровождается действительным уходом какой-то тяжести. То есть почему я говорю, что вот эти все события включают какой-то ваш негативный опыт, а на этом процессе отключают. То есть вы почувствуете, что что-то ушло, что-то перестало на вас влиять. Что именно, даже вы не знаете, может быть и не узнаете в этом процессе, и скорее всего не узнаете, но это полностью перестанет на вас влиять, отодвинется от вас. И к вам вернется приятное, хорошее расположение к этому человеку. Это конечное явление для процесса, когда вы недавние какие-то события прочищаете. А если вы работаете по отношению к какому-то человеку, прочищая всю свою жизнь, то тут, конечно, вы хотите добиться каких-то таких больших побед. У вас также должно произойти сильное облегчение, и чувство сильного, как бы восстановления отношений там может произойти, может быть прилив любви, чувств приятных, прощения какое-то, если вы, например, обиду держали на этого человека. Или просто рост, такой возрастающая симпатия, возрастающая любовь к этому человеку. И тут также мы ожидаем какого-то переосознания. То есть у вас произойдет какое-то озарение, переосознание вашей жизни, или относительно этого человека, или вообще отношений вот этой области, которая связана с этим человеком. То есть чем глобальнее мы берем тему, чем дольше, если мы все уже не рассматриваем, тем глобальнее мы ждем конечного явления.